Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019. В Ивановском лице номер 33 100 баллов по математике получили сразу 5 человек. И все они учились в классе у заслуженного учителя России Надежды Колоколовой. Глава города лично поздравил педагога по телефону и поблагодарил за столь высокие результаты. Это результат работы, ну, такой долголетний. Это не последний, не 11 класс, а даже не только 10-11. Это долголетний такой период работы. Это не только работа в школе, они практически все, наверное, все, они все воспитанники Центра развития детской одаренности. Поэтому, кроме того, что они учились здесь в классе с углубленным изучением математики, это тоже особый такой класс, особая атмосфера. Кроме обучения в этом классе, они участвовали в громадном количестве олимпиад, в огромном количестве олимпиад. Они все призеры-победители разного уровня всероссийских олимпиад, льготного перечня, дающих им право поступления в вузы. Все стобальники – воспитанники физико-математического класса в лицее. Последние 4 года точные науки в расписании превалировали над гуманитарными. Ежедневное изучение предмета на повышенном уровне позволило безошибочно выполнить все экзаменационные задания. У нас было по 12 уроков математики, а то и больше в неделю. Конечно, делали домашние задания, активно участвовали в жизни класса, то есть занимались на уроках математики, дополнительно занимались всякими олимпиадами, кружками. Я много занималась в принципе, сейчас начальная школа математика, и подготовки именно к экзамену у меня не было. Просто математика, просто задачки, разные теории, теоремы, доказательства, все такое. И к 100 баллам я была готова, я писала пробник по математике на 100 баллов. Если не 100, то было точно больше, чем 90, и поэтому в принципе баллы были ожидаемы. Высший балл по предмету – это не только подтверждение высоких знаний, но и почти стопроцентная гарантия поступления в лучшие вузы страны. Выпускники 33-го лицея, как правило, уезжают учиться в Москву и Санкт-Петербург, МГУ, МФТИ, МИФИ и многие другие вузы. Надежда Сергеевна, у нее большое количество учебников и заданий в голове. И она помнит, когда каждое задание давалось на какой олимпиаде, на каком экзамене, самые хорошие запоминает, придумывает хорошие способы решения, потом дает нам на уроки, показывает какие-то идейные задачи. Это результат такой полномерной работы. Я учился в школе не ради 100 баллов. У меня была цель будет знание для будущей моей карьеры, для будущего образования, для будущей работы. А 100 баллов, видите, это просто доказывает мою просто усидчивость в получении новых знаний. В принципе, никакого страха не было. То есть, когда пишешь задачу, понимаешь, что не могли ее составить такую, что ты не можешь ее сделать. Ну, то есть, сделать ее надо обязательно. Вот. И, как бы, когда узнали баллы, ну, не так, чтобы было это ожидаемо, но, в принципе, особого удивления как-то не было. Средний балл по математике в 33-м лицее в этом году 81 с половиной. Отметим, что образовательное учреждение регулярно попадает в рейтинги лучших школ страны. И выпускники каждый год подтверждают статус лицея своими высочайшими результатами. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.